Привет, я Владислав Назаров. Я Наталья Крангачёва. Это Наш Универ. Японский язык оригами и граго. Чему ещё научат в японском центре СФУ? Фильмы умные нужны, мода на науку возвращается. Чем заняться в жаркие летние дни? Афиши интересных событий. Искусство оригами зародилось много веков назад, практически сразу же после появления бумаги. Его родина – Япония. И сегодня в научно-образовательном японском центре СФУ есть специальная мастерская оригами. Ведёт её мастер своего дела сенсей Йосикадзу Камадзава. Японский центр является научно-образовательным центром, поэтому в первую очередь мы, конечно, предоставляем услуги языковых курсов. У нас работают культурные клубы и студии традиционных искусств. Например, в этом году у нас работает площадка оригами, джей-кафе. Джей-кафе – это такое лингвистическое кафе, где люди могут прийти и поговорить на японском языке. Также у нас есть курс чайной церемонии, который преподает наш преподаватель, приглашённый японец, носитель языка. У центра есть свой книжный клуб и киноклуб. Особой популярностью среди студентов пользуется настольная игра ГО. Игра стратегическая и требует специальных знаний и подготовки. Но сотрудники центра владеют всеми техниками игры. Японские национальные костюмы – особая гордость центра. Как известно, традиционной одеждой в Японии является кимоно. А вот одна из его разновидностей – юката. Носят его как мужчины, так и женщины. Всё зависит от расцветки. Шьют юката из лёгкого хлопка. Поэтому носить такую вещь – одно удовольствие. Хотелось бы отметить, что на самом деле японцы, они пытаются не подчеркнуть талии, они наоборот всё скрывают. А у нас у русских девушек обычная проблема, когда мы одеваем на русских юката, у нас у всех грудь, талии. И приходится наматывать полотенце или ещё что-то, чтобы скрыть фигуристость. Вот в такой традиционной одежде японцы справляют праздники. Посетители японского центра в основном студенты. Для них организована обширная культурная программа. Иностранных студентов знакомят с достопримечательностями нашего города и края, особенностями культуры и традициями русского народа. Для полного погружения японских студентов в русскую культуру сотрудники центра селят их на несколько дней в семьи красноярцев. У ребят появляется уникальная возможность изучить быт нашего народа, полакомиться блюдами сибирской кухни, попрактиковаться в разговорном русском. Двери японского центра открыты для всех студентов нашего универа. Всем привет! Вы заметили, что за последние несколько лет современные учёные практически сравнялись по популярности с рок-звёздами. Про них пишут книги, снимают фильмы. На их публичные лекции приходит столько же людей, сколько и на концерт той же Тейлор Свифт. Мы решили поддержать тенденцию и составить для вас топ-5 фильмов, по мнению редакции нашего универа, о настоящих и вымышленных учёных. Итак, поехали! Пятое место у фильма «Флабер» — это история о странном профессоре химии, которого играет блистательный Робин Уильямс. Последнее изобретение профессора, над которым он трудился всю жизнь — ошмёток зелёного желе по имени Флабер. Однако, российный учёный даже не подозревает, какое важное открытие он подарил миру. Несмотря на непрезентабельный вид, Флабер обладает энергией невероятной мощности. Помимо этого, где-то внутри куска желеобразной субстанции скрывается разум. Флабер — классика детского научного кино, которое должен посмотреть каждый взрослый. Если вам кажется, что в серьёзной науке нет места для веселья, то этот фильм заставит вас изменить своё мнение. «Игры разума» — фильм о настоящем математическом гении, реально существовавшем учёном Джонни Нэши на четвёртом месте рейтинга. На заре своей карьеры учёный проделал титаническую работу в области теории игр. Его исследования перевернули один из разделов математики и принесли учёному Нобелевскую премию. Действие фильма начинается во второй половине 40-х годов 20-го века и заканчивается 90-ми. При этом повествование периодически раздваивается. Помимо реальности, есть то, что принимает за реальность болезненное сознание гениального учёного. Этот фильм ещё раз доказывает, что, к сожалению, гениальность и безумие всегда идут рука об руку. Третье место нашего рейтинга мы отдали прекрасному советскому фильму о физиках «Всё остаётся людям». Опытные учёные дронов трудятся в новосибирской лаборатории над созданием двигателя, который будет работать по совсем иным законам, чем все предыдущие. Постоянные неудачи на испытаниях в столице и резко ухудшившиеся здоровья ставят исследования под угрозу. И вот тут перед героем встаёт выбор позаботиться о себе и отойти в сторону, или всё же довести дело до конца и подарить народу новые чудо техники. Если вы хотите посмотреть фильм о настоящих учёных, о людях, действительно преданных своему делу, то смело включайте этот фильм. Более десяти лет назад вышла картина о начале карьеры настоящей живой легенды физики Стивени Хокинга. Она на втором месте нашего рейтинга. Действие фильма происходит в Кембриджском университете. Развивать свой интеллект и постигать загадки вселенной Хокингу мешает тяжёлый недуг, который позднее приведёт к параличу почти всего тела. Активный сохранил лишь указательный палец на правой руке учёного. Однако в Кембридже Хокинг упорно сопротивлялся болезни. В итоге недуг не помешал ему сделать несколько важных открытий в теории чёрных дыр, работать на теории всего и постоянно заниматься популяризацией своей научной деятельности. В общем, когда вам захочется поныть о своей тяжёлой доле, смело включайте Хокинга. И, наконец, первое место в нашем рейтинге заняла картина одного из величайших кинорежиссёров советского кинематографа «Девять дней одного года». Действие фильма происходит в начале 60-х годов на территории СССР. Молодой учёный Гусев с головой погружён в проблемы ядерной физики. Во время одного из экспериментов он попадает под облучение, но продолжает научную деятельность, понимая значение своих исследований для развития науки и обороноспособности страны. Если вы решили связать свою жизнь с наукой, обязательно посмотрите этот фильм. В картине показаны настоящие учёные из большой буквы. Ну что ж, друзья, если вы ещё не видели какой-либо из упомянутых нами фильмов, то перед сессией самое время вдохновляться достижениями великих учёных. Тем более есть мнение, что фильмы о профессионалах – отличный способ освежить любовь к собственной работе, какой бы она ни была. Вечер трудового понедельника предлагаем провести в компании поклонников творчества Владимира Высоцкого. Концерт памяти известного поэта, барда и актёра проходит в Красноярске уже много лет. И в этом году по традиции 25 июля красноярские музыканты и лауреаты фестиваля «Высоцкий и Сибирь» исполнят песни Владимира Семёновича «Любимые и до боли знакомые». Впервые пройдёт акция «Самое массовое исполнение песни Высоцкого». Какой именно – узнайте, побывав на концерте, который начнётся в 6 часов вечера. Поклонников духовой музыки ждут 28 июля в органном зале Красноярской филармонии. Сольная программа известного красноярского органиста Андрея Бардина «Иоганн Себастьян Бах и его время» завершится фестиваль «Летние вечера в органном зале». Не случайно финальным аккордом фестиваля станут сочинения великого Баха и его современников. Ведь именно в эпоху барокко органное искусство находилось в самом расцвете и явило миру великолепных творцов, чьи сочинения до сих пор пленяют сердца ценителей прекрасного. Получите в этот вечер истинное наслаждение от виртуозного исполнения шедевров любимцем красноярской публики Андреем Бардиным. Начало концерта в 19 часов. 31 июля в последнее воскресенье месяца в парке на Каменке развернется большая ярмарка товаров ручной работы. Распахнут свои двери около сотни магазинчиков дизайнерских вещиц, созданных в Красноярске. Заработают ресторанная улочка и локации всевозможных развлечений. Вам предложат сотни вариантов подарков для своих близких. От мастеров еще принимаются заявки на участие. Этот выходной день в парке будет полезным и приятным для всей семьи. Начало в 2 часа дня. Вход свободный. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф А также приглашаем нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Поэтические вечера и прагматические мастер-классы Для гимназисток И студенчества Удобное время И с доставкой на дом В нашем универе Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok